Дорогие братья и сестры, приветствуем вас субботним днём, а также именем Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Мы очень рады, что мы снова с вами встретились в эфире друг с другом, а также над Словом Божьим, которым мы желаем изучать, познавать истины, которые Господь открывает нам через Слово Своё. Мы благодарны нашему Небесному Отцу за эту возможность быть вместе друг с другом, в назидании, в общении. Поэтому слава нашему Небесному Отцу и нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Мы благодарны также и за Духа Божьего, который Он, собственно, Духом Своим действует на наши сердца, на наш разум для принятия тех истин, которые Бог желает, чтобы мы с вами знали. Прежде чем мы с вами начнём нашу очередную тему, я хотел бы обратиться к нашему Богу в одной молитве, поэтому я призываю всех вас к молитве. Наш добрый Небесный Бог, приставший перед Тобою в это субботнее утро, в этот день свидания с Тобой, также друг с другом, мы благодарны Тебе, что мы в числе живых, здоровых, что мы можем славить Имя Твое Святое, потому что Ты достоин этого. Мы благодарны нашему Господу Иисусу Христу за то, что Он является нашим ходатаем, посредником, защитником. Мы благодарны Небу за этот план искупления для каждого из нас, чтобы мы имели спасение, а также надежду на вечную жизнь, которую обещает нам Всевышний Бог. Господи, просим Тебя, благослови всех нас, просим за наших братьев и сестёр, которые в болезнях, которые, может, в нужде, Ты, Господи, услышь каждого молитву, дополни и помоги, Господи, чтобы они с благодарностью тоже могли славить Имя Твое Святое. Прибудь среди нас Духом Твоим Святым и злейся на каждого слушающего, на каждого, Господи, кто желает знать истину. Помоги нам познавать Слово Твое, чтобы истина нас сделала свободными во Христе Иисусе Христе. Мы, Господи, просим Тебя, чтобы Ты пребывал с каждым из нас, благословил нас на это служение. Помоги, Господи, чтобы эта тема раскрыла для многих ту важность, которую именно решает судьбу каждого человека в спасении по отношению к нашему Богу, по отношению истин, которые Он предоставляет для нас. Все это мы просим во имя Иисуса Христа, услышь молитвы наши. Аминь. Прежде чем мы с вами начнем очередную тему, как обычно, хотелось бы зачитать те приветы, которые прислали нам наши братья и сестры, для того, чтобы мы их озвучили и чтобы вы знали, что есть те люди в разных местах, в разных поселениях, которые, может быть, вы рядом, там кто-то живет, но вы друг друга не знаете и вы хотите общаться. Поэтому мы зачитаем эти приветы для всех слушающих. Алексей, брат и Андрей передают привет из Сафонова, Россия. Также нас приветствует дочь и мама из Новосибирска, которые прослушают наши передачи. Также сестра Мария и дочь Оксана из Коломыли нас приветствует, это Украина. Вера из Малынти передает привет, а также еще одна сестричка Вера из Черновце областные всех нас приветствует. Передают привет брат Евгений, Светлана и Илья из Киева, Украина. Николай Лопатин, а также группа единоверцев из Воронежа передают привет. Брат Михаил, сестра Лидия из штат Вашингтон, США приветствует нас. Передает привет брат Валерий из Риги. Также сестричка наша Нинель Денисова передает привет из Новосибирска. Сестра Оля также передает всем нам привет. И брат Михаил передает всем привет, это из Белоруссии. Вот все приветы, которые на сегодня мы благодарны всем вам, кто передал нам приветы. Взаимно приветствуем вас. И рады, что мы имеем с вами такое общение, что вы желаете сообщить о себе, что вы есть тоже наши братья и сестры, которые мы верим в единого Всевышнего Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. И мы связаны или же в общении в Духе Святом, как писал апостол Павел. Нас объединяет Дух Божий, Дух Святой. Слава Богу! Сегодня мы с вами продолжаем очередную тему под общим названием «Вера и дела». В прошлый раз мы с вами изучали тему «Закон и благодать». Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что есть законники и есть беззаконники. Два вида людей. Есть люди, дети Божьи и дети дьявола. Библия всегда, как говорится, делит все пополам. Две группы людей – это детей и две группы тех, которые соблюдают закон и те, которые не соблюдают и говорят, что закон не нужен, но они живут под благодатью. Может быть, это как бы чуть-чуть жестко звучит в моем пояснении, но так оно и есть. Потому что люди всегда говорят, когда мы говорим, что закон Божий надо соблюдать, они говорят, вы книжники и фарисеи, вы законники, вы не под благодатью. А вот мы под благодатью, мы кто? Мы беззаконники. То есть нам закон не нужен. Ну, так оно звучит, так мы и говорим. Мы сегодня с вами будем продолжать тоже по этой теме, но мы уже будем говорить, как бы переходя на веру и дела. Дело в том, что когда говорят люди о том, что они живут под благодатью, то они якобы верою это берут. То есть они верят, что Христос за них все исполнил, что все это как бы верою у них основывается, и они под благодатью, под той милостью, которая проявляет к ним небо. Но также мы будем говорить и о делах. Может ли существовать вера без дел? И могут ли дела быть без веры? Мы должны это в целом сравнить. Может ли законник, тетка, который соблюдает закон, не имея веры, спастись законом? Конечно нет. И может ли тот, который имеет веру, спастись, не имея дела? Тоже нет. Видите, и мы заходим в такой религиозный тупик. То есть, если рассматриваем только одну сторону и, как бы говорит, притягиваем эту одну сторону к своему понятию, то вроде бы оно так, под благодатью, мол, дела здесь неуместны, потому что Писание говорит некоторые тексты, что от дел мы не спасаемся. Но если брать с другой стороны, то другая сторона говорит, что посредством, если нету дел, то и вера наша тщетна. Поэтому мы сегодня с вами будем разбирать эти вопросы. Потому что, когда Библию трактуют однобоко, так же, как и по отношению всех других понятий, то, конечно, одна сторона просто в одной стороне, то будет видно вроде бы как нормально, вроде бы как хорошо. Но когда мы смотрим в свете всей Библии, то мы видим, что это очень плохо и плачевно и трагично будет для многих впоследствии. Давайте мы с вами зачитаем послание к евреям, первый текст. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот что собой представляет вера. Ну как объяснить, что такое вера? И здесь мы видим апостол Павел евреям, послание к евреям или же Верусалим пишет, что вера есть осуществление ожидаемого, то, что мы с вами ожидаем и во что мы верим. И уверенность в невидимом, то есть мы этого не видим, но мы знаем, и поэтому мы прилагаем вот это внутреннее свое такое, можно сказать, действие веры, которое подтверждает именно то, во что мы верим. Давайте мы еще обратимся к римлянам, 10 глава, 17 текст. Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божьего. Поэтому мы с вами, исследуя Священное Писание, мы читаем, мы слышим или же слушаем, кто-то читает, говорит, и поэтому этот текст говорит, что вера от слышания, то, что мы услышали, в том, что мы утвердились, но то, что мы не видели, но мы верим, что оно так и будет. Поэтому вот так мы охарактеризовали на основании Библии слово вера. Давайте мы просто по-простому, по-человеческому еще подумаем, что такое вера. То есть вера это внутреннее состояние, которое способствует действию и уверенности, что именно так и произойдет, и не на секунду, не сомневаясь в этом. То есть мы как бы рассмотрели в своем таком понятии человеческом. То есть вот эта уверенность, и на секунду мы не сомневаемся. Если, например, у нас есть вера и есть сомнения, то Библия говорит о том, что это какая вера? Тщетная. Значит, вера, она должна иметь твердый стержень в том внутреннем состоянии уверенности в то, что я верю. Давайте мы с вами еще поговорим о делах. Что такое дела? Ну, я думаю, что каждый из вас понимает, что такое дела, но мы еще коснемся. То есть дела, это уверенность в действии, что именно так и произойдет. То есть я своим действием хочу сделать что-то, и я уверен, что так оно и произойдет. То есть вот это дело. Действие, которое достигается посредством приложенных усилий. Поэтому многие говорят о том, что своими силами мы не можем быть спасенными. И это, конечно, правильно, но это одна сторона вот этого понятия. Но когда мы с вами будем дальше изучать, то мы с вами, конечно, все это поймем. Может ли вера существовать без дел? Ну, вот мы, например, верим, но мы ничего не делаем. Может ли она существовать и может ли быть какой-то результат? Когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что этого невозможно. Поэтому, когда сегодня многие пастора, которые проповедуют о том, что вы можете лежать на диване, ничего не делать, а просто верить, и вы можете быть спасенными. Это просто современная, как говорится, такая ложь, убаюкивающая ложь для духовного лентяя, христианина. Могут ли дела быть без веры? Конечно, не могут. Если у меня не произойдет вера, если я во что-то не поверю, то значит и дела не могут быть. Вот я просто, я не верю чему-то, или во что-то, или в кого-то. Буду ли я делать какие-то прилагать усилия, если я не верю? Вот, например, если вам сказали, вот, например, ну, такой пример простой. Вот, грибной сезон. И вам говорят, вот там, в том лесу, или в той лесопосадке, есть очень много грибов. А вы просто не верите. Говорите, нету там ничего, потому что я знаю, что там нету. Пойдете ли вы туда, для того, чтобы, вот вы из дому берете пару ведер, там, корзину, и вы пойдете туда собирать эти грибы, если вы верите, что их там нет. Вы туда просто не пойдете. Но это такой примитивный пример, для того, чтобы вы поняли, что в жизни бывают такие ситуации разные, когда вы не верите, что там такое может быть, и вы не будете прилагать усилия к тому, чтобы, например, сделать, и чтобы подтвердить эту, этим делом, вот ту веру или же то неверие. Поэтому, когда мы с вами открываем Матфея, 9 глава, 22 текст, здесь записана история. История, которую все вы знаете, но мы прочитаем. Исус же, обратившись, увидел ее, сказал, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. Итак, мы знаем эту историю, о которой здесь описана эта история. И когда мы с вами рассматриваем это действие, то, конечно, если мы рассмотрим и скажем, да, у нее была такая сильная вера, и она, проявив эту веру, она исцелилась на основании этой веры. Поэтому, когда мы с вами читаем эти тексты, то мы видим, что эта женщина, о которой здесь описано с 20 текста, это женщина, которая страдала 12 лет болезнью. Болезнью, болезнью которой, болезнь эта являлась в израильском народе, как своего рода табу по отношению ко всему. Она не должна была быть в обществе. Она была нечистая. У нее было кровотечение. А в израильском народе в то время, как кто, например, было вот такое истекало кровью, и там все-все тому подобное, ну, вы знаете Светкого Завета, то этот человек, он не должен не прикасаться ни к кому, ни к чему, не быть в обществе. Он должен быть изолирован. Ну, так, чтобы вы когда поняли, мы сейчас являемся как бы в изоляции этого коронавируса всемирного. И если вы, например, больны вот этим коронавирусом, то вам что говорят? Вы должны быть изолированы. А если вы, например, больны и вы идете в общество, то, конечно, даже есть статья, что вас могут даже за это осудить под статью. Потому что вы знаете, что вы вирусоноситель, но вы идете в общество. Вот точно такое было в то время. Эта женщина была в изоляции от народа. И когда мы с вами читаем просто вот этот текст, который записан, 22 текст, что когда она пришла, Иисус Христос обратившись, ей сказал. Почему Он ей сказал? Потому что она пришла тайком. Мы должны здесь увидеть веру и дела. Вера у нее была сильная. Она знала, что Иисус Христос, Он может дать ей исцеление. Поэтому вера ее сподвигла пойти туда. Сподвигла пойти туда, то есть пойти против этого течения, понятия учения об изоляции того времени, потому что она была нечиста. И за это ее могли даже побить камнями в еврейском обществе, то есть предать смерти, потому что она нарушила закон Моисея о санитарный закон. Поэтому, когда она пошла, и когда она подумала, и когда она это сделала, и она притронулась к краю одежды Иисуса, мы дальше знаем о том, что Иисус почувствовал, что сила иссякла из него. То есть энергия, которую наполнял Отец Небесный своего Сына вот этой силой свыше, эта сила иссякла, передавшись тому, что посредством этой силы, исходящей от Иисуса Христа, она получила исцеление. И он, обернувшись, сказал, дерзай, тщерь, да, вера твоя спасла тебя, и женщина с того часа стала здорова. Теперь давайте мы с вами будем обдумывать две стороны. Не просто, что вот видите, она поверила, и это и сделалось. Но помимо всего, мы должны видеть две стороны, вера и дела. Она поверила первоначально, она задумала, она поняла, что она должна пойти к Иисусу, и если она, будучи в изоляции, как нечистая, то есть, женщина, которой ей запрещено быть в обществе, но она пошла тайком, для того, чтобы не, как бы, при массовом таком обзоре, сказать, что вот я хочу исцелиться, потому что у меня вот такая, такая проблема. Но она тайком пошла и подумала, если я только притронусь, то я получу исцеление. Значит, мы видим, она проявила веру, и Иисус подтвердил, что вера, это содействовало ее исцелению. Но помимо веры, мы видим, что она приложила действие, то есть, она пошла, вопреки всего. Она, можно даже, даже себя подвергала побиению камнями на смерть. Но она пошла, и скажите, какая у нее была вера? Вот, например, если бы у вас была вот такая вера, что вам грозит смерть, но вы идете, потому что знаете, что там, в конечном итоге, для вас это спасение. Но это даже грозит смерть. Это большущая вера. Но мы должны здесь видеть ее действие тоже. А если бы она просто сидела дома и сказала так? Ну, в израильском обществе я, как женщина, оскверненная, я не должна находиться в обществе, не должна никому притрагиваться, я просто верю. Я верю, что Иисус Христос меня исцеляет. Скажите, было бы результат того, какой произошел во время вот этого Матфея 9 главе? Конечно бы не было. Потому что вера без дел, дальше мы будем говорить, она мертва. Поэтому, когда мы с вами, вот недавно была проповедь пастор, такой некий пастор по фамилии Маток, когда он уверял о том, что если мы будем даже лежать на диване, ничего не делать, а будем верить, значит, мы будем спасены. Это неправда. Это учение 21 века, учение духовных лентяев, которые не проявляют действия. это дешевая благодать, о которой мы с вами говорили. И когда человек не проявляет никакого действия, вера этого человека неэффективна в любых случаях. даже в том, если у нас бывают и свои личные какие-то понятия по отношению веры нашей, все равно мы должны приложить усилия. Даже, к примеру говоря, прилагая усилия в молитве, то есть не один раз помолился и все, я верю, что Бог сделает. Но как в Писании говорит, чтобы мы постоянно молились, чтобы мы неотступно молились, чтобы мы прилагали все усилия для того, чтобы вот именно своим действием доказать, что у нас вот это действительно сильная вера. Поэтому, когда мы сегодня с вами рассматриваем дальше, давайте мы прочитаем Луки 17 глава, что же тут нам интересно Писание расскажет, 17-19. Здесь сказано тоже об исцелении. И когда мы здесь говорим из этой главы, то мы видим, что здесь были прокаженные, да? И только один вернулся поблагодарить. И когда мы читаем в 17-м тексте, тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились? Где же 9? Поэтому в 19-м. И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Итак, мы видим, что здесь тоже приложено некое усилие, здесь приложено некое усердие, и здесь приложено то, что именно этот человек сделал по отношению того, чтобы иметь это исцеление. Поэтому, когда мы с вами прочитываем все эти тексты, мы, конечно, более всего находим объяснение в послании от Якова. Послание от Якова, 2-я глава. Здесь очень интересная глава. Мы будем с вами не только читать в синодальном переводе, но мы также с вами будем читать и в варианте еврита. Здесь более, как вы знаете, обширно открыты вот эти мысли. Давайте мы с вами прочитаем эту главу. Когда мы читаем эту главу, то мы видим, что Яков описывает, смотрите, «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа, славы, невзирая на лица». Когда мы читаем синодальный перевод, здесь синодальники нам предлагают, «Имейте веру в Иисуса Христа». Конечно, сегодня весь христианский мир, в кого он верит? Конечно, в Иисуса Христа. Но когда мы с вами читаем более правильное изложение того смысла, мы с вами читаем и знаем, что даже в Откровении написано, имеющие, соблюдающие заповеди и имеющие веру, синодальники написали в Иисуса, снова Иисуса Христа. То есть соблюдаешь заповеди и веришь в Иисуса, значит, ты будешь спасен. Но правильно, правильно написаны, имеющие веру Иисуса, такую веру, которую имел сам Иисус. Поэтому здесь мы снова встречаемся вот с этой синодальней, синодальним переводом, который нам предлагает, снова имейте веру в Иисуса. В Еврите сказано, «Братья мои, проявляйте на деле веру нашего Адона Иишуа». То есть проявляйте на деле веру нашего Господа Иисуса. То есть так, как верил Иисус Христос, а мы знаем, что Он полностью отдался в руки Своего Отца, и то, что Он полностью, даже идя на эти смертные муки, на эту смерть, Он был уверен и имел веру, то, что обещал Ему Отец, что Его Отец воскресит из мертвых. И Он прилагал всю Свою веру по отношению Своего действия, и Он это все делал именно действием через Своего Отца. То есть получая от Бога Отца всю эту силу, и все, что Он делал, силою Своего Отца. Теперь же, давайте мы с вами вникнем в глубину. Иисус Христос, совершая все вот эти чудеса, исцеляя, воскрешая, изгоняя, мы знаем, что Он делал это силою Святого Духа. Святой Дух – это Дух Отца. То есть Отец проявлял Свою силу через Своего Сына. Или же Сын силою Отца делал вот то все остальное. Я и Отец одно. Когда мы читаем в Писании, что явился Бог в Сыне Своем, то есть, когда Иисус Христос говорит, что я не себя пришел представить, а кого? Представить своего Отца. То есть, Бога вашего и Бога моего. Да? Поэтому, когда мы правильно понимаем Священное Писание, как здесь все происходит, то мы видим, что Иисус Христос это все делал не от себя, независимо от Бога Отца. Все это было сделано, сделано было как бы первопричина, Отец Небесный проявлялся через Своего Сына, делая все вот эти чудеса посредством Своего Сына. Поэтому, когда мы с вами вот это читаем, проявляйте на деле веру нашего Адона Иешуа, теперь задается вопрос, есть ли у вас такая вера, как у нашего Господина Иисуса, Иисус что? Говорит, повелеваю тебе, выйди из нее, дьявол. Или же Иисус говорит, встань и ходи. Имеем ли мы такую веру, как у нашего Господа Иисуса Христа? Например, были ли у вас такие случаи, когда вы смотрите на человека, который нуждается в исцелении, и вы являетесь христианином, и знаете, что сказано в Писании, если будете иметь веру в горчичное зерно, то скажете, сей горе сдвинься, она сдвинется. Были ли у вас такие моменты в жизни, когда у вас такие пробегали мысли, «А если бы именем Иисуса Христа сказать «Встань и ходи!» или же именем Иисуса Христа сказать «Исцелись!» Я думаю, что у каждого были такие мысли, но параллельно с этими мыслями, какая еще у вас была мысль? А вдруг это не сработает? То есть сомнение. И поэтому мы видим, что вот это сомнение, оно что делает? Оно убивает вашу веру. И теперь, когда мы с вами изучаем, имеем ли мы такую веру, как у нашего Господа Иисуса Христа, не веру в Иисуса, потому что сейчас все верят, что Иисус является, кто Сыном Божиим называет, кто Богом номер два, кто даже там еще себе придумает, равным Всевышнему. Но сейчас все верят, да, в Иисуса. Но Писание говорит, имеете ли вы веру, как у Иисуса, которую Он имел? Вот это правильное понятие. Иисус имел очень большую веру, и Он полностью доверился Отцу Небесному, поэтому у Него все так и получалось, потому что Бог, Отец, работал через Него, посредством Его веры, были осуществлены и те дела, и то действие, которое мы с вами читаем, записано в Священном Писании. И далее здесь описана история. История, мы, конечно, ее читать не будем, но я вам напоминаю, это Иакова 2 глава, о богатом, который заходит на собрание, который в золоте, который в богатой одежде, и бедный, и дальше здесь как бы рассматривается разница между богатым и бедным. И здесь как бы в послании от Иакова здесь сказано о том действие, действие по отношению богача и действие по отношению бедного. И дальше описаны девятый текст, но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете перед законом, оказывается преступниками, то есть преступниками перед законом, потому что это действие по отношению к богатому и нищему, это является как бы преступлением перед Богом. То есть мы видим, что здесь как бы послание от Иакова объясняется вот эта социальная несправедливость. И дальше сказано о чем? Одиннадцатый текст. Ибо тот же, кто сказал не при любодействии, сказал не убей, посему если ты не при любодействииешь, но убиваешь, то ты также преступник закона. То есть здесь якобы как бы последовательно так бы подходит такому вопросу, что если одну из заповедей ты не соблюдаешь или же нарушаешь, ты являешься преступником всего закона. Поэтому мы с вами в прошлый раз говорили о законе Божьем и о беззаконии, и вот эти беззаконники, они себя оправдывают вот этой благодатью или незаслуженной милостью. Но мы здесь видим, что Иакова в одиннадцатой главе сказано, что именно действие по поводу убьешь, или по поводу прелюбодействуешь, или по поводу там лжесвидетельствующий и тому подобное, то есть являешься преступником всего закона. Но когда мы касаемся только вот этой второй части скрижалей, то, конечно, оно вроде бы якобы правильно по отношению к своему ближнему. Но когда мы касаемся первой скрижали по отношению к нашему Богу, то, конечно, мы видим, что человек или же тот беззаконник, который себя считает, что он является под благодатью, под милостью, и что за него уже Иисус Христос все исполнил, а ему только надо поверить в то, что Иисус ему дает незаслуженную милость и благодать, которой он будет спасен. Это является самообманом. Потому что по отношению к примеру, когда говорят о нас, что мы являемся законниками, потому что мы соблюдаем четвертую заповедь. А четвертая заповедь от нас требует поклонения в именно назначенный, определенный, отделенный и освященный Богом день. Это день седьмой недели, шаббат или же покоя. День седьмой покоя, который сегодня называется суббота. Поэтому, когда мы рассматриваем все это в десяти заповедях, то здесь приводится пример именно по отношению здесь социального неравноправия. То есть здесь, как бы образно говорят, в этом нашем человеческом общении друг с другом, чтобы нам было больше понятно. Потом мы переходим в общение между нами и Богом. То есть первая скрижаль, а вторая общение между друг с другом. И здесь, конечно, одиннадцатый текст говорит нам следующее, когда мы уже говорили, что если ты одно что-то не исполнишь, то ты являешься каким? Преступником всего закона. Если ты не соблюдаешь тот освященный, определенный Богом день, данный для человека, не для еврея, повторяю, для человека, потому что это десять заповедей, они были еще в Едемском саду. И это, когда уже согрешили первые люди, они устно передавали, и первые люди, они соблюдали этот седьмой день общения своим Творцом. Поэтому, когда мы все это с вами рассматриваем, мы видим, что закон Божий, или же с прошлой темы, как мы говорили, он свят, и он добр, и он для того, чтобы мы имели спасение, не только в вере, но и в действии. И дальше мы с вами, давайте будем исследовать дальше. Так говорите, так и поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Давайте мы с тринадцатого текста уже перейдем к ивриту, перевода на иврит, с иврита. Здесь более ясно написано. Ибо беспощадный суд ожидает того, кто не проявляет милости, потому милость преобладает над судом. Когда мы говорим с тринадцатого текста, что суд Божий, или суд человеческий, к примеру говоря, что он не проявляет милости, то есть закон осуждает человека, то есть заповеди, этих десять заповедей, они меня осуждают тогда, когда я что? Не соблюдаю. Если я одну из заповедей не соблюл, например, я украл, я убил, то о чем это говорит? Что я преступник, да? И если, например, мы всегда привыкли говорить о том, прелюбодействуй, не крадуй, когда мы людям говорим там о заповедях, говорит, а что мы соблюдаем? Я же не украл, я не убил, я жене не изменяю или там мужу, у меня все нормально. Но вы забываете первую скрижаль. Первая скрижаль говорит о том, что не будет тебя других богов пред лицем моим, так как идолопоклонники, так и многобожники, потому что есть один Бог. Первая заповедь говорит, я, я Господь Бог, который вывел тебя. Я, то есть не мы, не наше сообщество, но я, поэтому вот эти троебожники, двоебожники, они все нарушают вот первую заповедь, вторую заповедь. Также мы понимаем о том, что четвертая заповедь для тех беззаконников, которые говорят о том, что Иисус Христос пригвоздил закон, о котором мы в прошлой теме говорили, что был пригвожден, церемониальный закон, но не моральный. И так мы видим, что как Священное Писание сегодня людьми извращается. Каждый подгоняет под себя, понимаете, каждый подгоняет, как ему удобно. Одному удобно иметь три Бога, одному удобно иметь два Бога, одному удобно поклоняться идолам, этим всем истуканам, расписным иконам и все. Третьему удобно иметь шаббат в семь дней, как говорят, вот, например, у нас суббота целая неделя, мы каждый день, мол, типа поклоняемся Богу и тому подобное. Да не может такого быть, это просто подогнанные под стандарты человеческого разума. Сказано, шесть дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой, Господу, Богу твоему, посвяти этот день отделенный, освященный, благословенный Богом день, чтобы в этот день ты пришел на свидание к своему Творцу и поблагодарил за этих шесть дней благословенных, которые он тебя хранил своими ангелами святыми, которые он тебе благословлял и давал успехи, здоровье и все необходимое, то нет, человек себе решает, что этот седьмой день он тоже будет уделять для себя, для работы, для своих прихоти, для всего остального, но оправдываясь именно вот своим понятием. Так же само по отношению закона и благодати, так же по отношению веры и дел. Каждый себя оправдывает. Один говорит, что у него достаточно только верить, дела это не важно, другие же своими делами паломничество и там истязания и эти посты и все-все остальное, что человек придумает для себя, эти истязания, думают, что делами они как бы будут угождать Богу и будут иметь спасение. Видите, как сатана, как говорится, затуманил разум людей, которые неправильно поклоняются Богу, которые неправильно понимают истину и мы видим, что сколько много заблуждения и каждый заблудший считает себя правильно и его понятие и хочет что-то доказывать. Но для нас как бы приоритетом является только священное писание, поэтому мы его изучаем. Поэтому, когда, например, происходит суд, то мы видим, что помимо суда есть и милость. И вот эта милость преобладает над судом. Суд осудил на смерть, да, а милость дала освобождение. И так мы должны понять, что закон Божий, он осуждает меня, но проявление милости Христа как личности, которая умерла за мой грех и которая дает мне освобождение от греха, то мы видим, должны понять вот эту глубину сути, когда я смогу получить вот эту милость. Когда мы видим вот эти суды, которые сейчас вот происходят в наших странах, мы видим, что когда уже судья зачитал приговор, он каждому осужденному в конце, он дает место, чтобы он что-то сказал. Есть такие люди, которые действительно, они совершили, ну там, такое, как бы сказать, преступление, и они раскаиваются, и они в этом своем последнем слове, они просят прощения, они даже плачут, они раскаиваются, они сожалеют, но суд все-таки их приговорил, то есть вердикт этого суди, вот он будет исполнен. Но видим, мы видим, что человек кается, и это, как бы сказать, на общество дает какое-то позитивное понятие, что да, он даже если преступник, но он осознал свое, вот неправильное действие, и он покаялся. Но есть такие убийцы, такие преступники, которые, когда им дают последнее слово, они не хотят ничего высказать, или же высказывают ту же самую злость, то есть не видя в них никакого покаяния и раскаяния. Почему я привел этот пример? Пример к тому, если мы в нашей христианской жизни, например, закон Божий, он осуждает грешника. Запомните, если вы грешник, этот закон вас осуждает. Но помимо этого осуждения, как в 13 тексте написано, беспощадный суд, то мы видим, что далее проявляется милость, и милость этого Христе Иисусе, которая проявляется на основании чего? На основании того, этого последнего слова, после вердикта этого закона. Закон Божий, эти заповеди, если я нарушил, то написано, что за грех смерть. И вот это последнее слово, это моя молитва. Если я согрешил, я становлюсь на колени перед моим Господом, Спасителем, и перед моим Богом, Отцом, и я прошу прощения в покаянии, за содеянный грех, зная, что у меня есть вот этот адвокат, посредник, что он берет свои мои грехи на себя, и он проявляет эту милость. И когда мы говорим именно вот об этом процессе покаяния, здесь учитывается именно вот это данное мне, последнее слово, то есть, чтобы мы имели представление с тем судом предыдущим, что я объяснял. И вот этот, как бы данная мне вот эта возможность, она решает дальнейшее мое или же прощение, или же осуждение. Когда мы с вами говорим об этом, мы не можем не упомянуть даже тех, которые отвергают небесное святилище. Есть многие, даже из адвентизма, те, которые вышли, и те, которые и есть в этом адвентизме, но у них свои, как говорится, логические мышления, они говорят о том, что отвергают учение о небесном святилище, что его там типа нету. Ну, мы не будем об этом говорить, вы знаете многие эту историю, но что я хочу сказать. Это тоже ряд лиц, которые не имеют надежды на прощение именно в своих этих понятиях. Почему? Если вы отвергаете сейчас то, что происходит с 1844 года, то есть небесное святилище, и что это начался суд, и что наш Господь Иисус Христос является посредником, и является между человеком и Богом, отцом, судьей, то значит у вас нету такого шанса. Если вы согрешили, значит вы за грех смерть. Кто вас, например, освобождает от того греха, который вы сегодня, или завтра, или вчера сделали, если нету небесного святилища, и если нету там посредника нашего Господа Иисуса Христа. Видите, как священное писание, и как правильное учение, оно само себя подтверждает, и оно имеет, то есть оно несет за собой реальность, правильную мысль во всех отношениях. Если, конечно, брать вот это учение, то, что они сегодня распространяют о том, что нет небесного святилища, и то, что они своим человеческим, таким приземистым разумом говорят, а как это может быть? А как это может быть? Что вот Иисус Христос, вот там, как обычно рассказывает, ну, как Илья Нвай там описывает, образно говоря, я уже говорил, это образно говоря, для нашего трехпроцентного разума, если даже он есть уже в 21 веке, я думаю, что уже только 2% у многих, потому что деградация идет, как говорится, как год, так и деградация все ниже. И она описывает о том, что переходы святое, святое, святых, и образно описывает, что колесница, ну, там в таком понятии, чтобы как-то, ну, такая картина у нас сложилась. Так сегодня есть такие насмешники, говорят, как это из одной комнаты в колеснице ехать в другую комнату? Ну, задается вопрос, ну, неужели Богу нужны эти кони? Неужели Богу нужна эта колесница, чтобы на этих конях ехать? Это что, какой-то батрак из Средневековья, там, какое-то сельскохозяйство, которое имеет лошадей и на этой повозке едет там с одного села в другое? Но это образно сказано, понимаете, для такого приземистого менталитета, чтобы мы хоть как-то поняли, что вот этот переход из святое, святое, святых, он какой-то что-то значимость имеет и несет за собой, понимаете? А сегодня многие говорят, как это он может там ходатайствовать перед отцом и быть здесь на земле? Но это не может быть такого, понимаете? Они, Бога, Отца и Божьего Сына сравнили с собой. Если ты, я сегодня здесь, то как я могу быть где-то еще, если я здесь, да? Но если мы сегодня видим по этой технологии, что я здесь, но я вместе с вами, я с вами разговариваю, меня слышали, и вы меня видите, да? Ну, в таком смысле, то есть, у нас какое-то должно быть современное соображение по отношению всего, а вот это учение, которое дьявол распространяет для того, чтобы человека обезоружить, чтобы ему не дать шанс на прощение. Когда мы вот это все читаем, то мы видим, что над каждым текстом сколько много мы можем сказать информации, да? А у нас еще сколько остается текстов. Если мы глубоко проникаем, и Бог дает нам посредством своего духа вот этот разум мышления, который мы, вот это духовное видение по каждому вопросу. И вот то, что мы с вами говорили, вот эта милость преобладает, мое именно покаяние Иисус Христос, образно говорят, несет к своему небесному Отцу и говорит, что вот этот мой, мое дитё, вот этот Леонид, он настолько раскаивается в своих вот этих грехах, он настолько осознал, и я, видя его, и я присутствую духом своим в его сердце, я изнутри его вижу, что он сожалеет о содеянном, и он раскаивается, и Иисус говорит, Отче, прости его ради меня, ради моих заслуг, ради моей смерти, вот именно происходит вот такой процесс покаяния. Но то, что сегодня многие эти беззаконники, которые твердят, что я только верю, и вот эта благодать, которая, она меня может, как говорится, спасти не обязательно дела. Но задается вопрос, а я приложил усилия к тому, чтобы я был прощен? Конечно, приложил. Агония, мое внутреннее состояние, мои молитвы непрестанные, да, не раз и не два, а может быть постоянно, скажите, это дела мои, которые подтверждают мою веру в моего Господа Иисуса Христа, которые подтверждают, что я имею такую же веру, как у Иисуса по отношению до Его Отца, такую же я имею по отношению до моего Спасителя и Господа, что Он умер за меня, что Он отдал свою жизнь ради моего прощения. Верю я и имею я такую веру, как у Иисуса. Поэтому сегодня это большой знак вопроса для многих из нас. Читаем 14 текст. Что в этом хорошего, братья мои, если кто хвалится верой, но не делает того, что подтвердило бы его веру. Способна ли такая вера спасти его? Это в еврите, да? Ну, в синодальной вы можете здесь прочитать, тут ну, есть расхождение, но здесь более понятно. Итак, смотрите, здесь посланник Якова написано, если вы хвалитесь своей верой, да, вот именно вот эти, которые благодатники, так бы сказать, они хвалятся тем, что они верят в Иисуса, и благодать им предоставлена, и им больше ничего не надо. Так здесь вот ясно для вас написано, если кто-то хвалится своей верой, но не делает того, то есть не исполняет закона, не исполняет по отношению, почему здесь сразу мы читали о богаче с золоте и в дорогой одежде и нищего в лохмотьях, да? Ты сядь здесь, а ты постой там. Здесь о чем говорит? Здесь тоже предоставили нам такая история, история или же такая картина. Если, например, у вас есть вера, и если вы не подтверждаете эту веру, способна ли вера спасти его? Конечно, не способна. Как бы ты не верил, если у тебя нету отношения второй скрижали к ближнему, кто бы он ни был, бомж, в лохмотьях, ты должен к нему относиться как к личности, равной тому напыщенному в золоте и в дорогих одеждах, сядь рядом с ним, пусть он даже пахнет не так, но ты сиди рядом, если ты напыщенный такой богач, если ты не хочешь, так ты проявишь свое действие по отношению небрежности к этому ближнему, но тот хозяин, которому пришли все, и ты берешь что? Напыщенного богача в золоте, в одежде, садись здесь, впереди, а пришел там такой нищий, бедный, замученный, может быть и грязный, а ты сиди там с краю, не мешай нам здесь, может даже и запах от тебя не такой, понимаете в чем? Библия сравнивает человека с человеком, если хочешь помоги и поддержи этого, который он для тебя, как бы сказать, такого второсортника и сделай его равным себе и равным всем присутствующим, потому что я хочу сказать, что в христианстве тоже преобладает такое, понимаете? Когда особенности на свадьбах бывают такие случаи, которые я наблюдал, если это приехали проповедники, если приехали там такие знаете пастора и тому подобное, их здесь на виду поближе возле жениха и невесты, отдельный стол, отдельное обслуживание, отдельное внимание, а если там пришли кто-то такие знаете престарелые, там такие нищие, не слишком богатые, они где-то там в углу, там они как говорится сюда как говорится как что только с кухней, новое блюдо сразу сюда, ну конечно понятно, что стол невесты и жениха и там дружбы, это понятно, это их свадьба, но помимо этого всего в первую очередь этим знатным, а когда уже дойдут до следующего того, что там уже на краю сидит, там при входе, то бывало такое, что даже и не хватало тех блюд, потому что они раздали здесь и здесь блюда одни на одном, а там реже, 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 а там попалось или не попалось, это уже такое, я лично такое наблюдал, да, это есть истина, и этого не должно быть, если вы хотите быть угодными перед Богом, и если эти напыщенные хотят сидеть, чтобы на них все созерцали, то начинайте разносить блюда оттуда с входа, от тех нищих, немощных, тех, знаете, а что останется, то дадите этим напыщенным, вот это будет более правильно, поэтому, когда мы читаем дальше тексты, то мы видим, что здесь Якова написано, чтобы мы не хвалились верой, а чтобы мы подтвердили нашу веру, и если вы являетесь законопослушниками, и если вторая скрижаль написана возлюби ближнего, как самого себя, то так и делай, и если первая скрижаль написана или же высказывание, что возлюби Господа Бога всем сердцем и разумением и всем твоим естеством, то так и поступай, читаем дальше, допустим, у какого либо брата или сестры нет одежды и дневного питания, и кто-нибудь скажет им, шалом, береги себя, одевайся теплее, питайся получше, но при этом не даст того, о чем они нуждаются, поступает ли он хорошо, конечно, мы видим здесь продолжение мысли, сравнение между людьми, и так дальше переходим к 17 тексту, и так вера, которая не сопровождается делами мертва. Здесь мы видим Якова, что нам предоставляется такая картина, с которой мы сталкиваемся, можно сказать, ежедневно. Для чего? Для того, чтобы мы могли понять суть именно вот эта вера и дела. Вера и дела не касается только нашего ближнего, вера и дела касается также и нашего Бога, поэтому мы не можем разделять, но здесь для нашего трехпроцентного здесь обрисована картина, чтобы мы могли правильно понять. Поэтому 17 текст говорит о чем? Что если вера, которая не имеет дел, она мертвая, если вы религиозники, если вы те, которые отвергаете закон, 10 заповедей, то есть беззаконники, если у вас есть вера, но вы не соблюдаете закон Божий, что здесь сказано? Здесь сказано, что ваша вера мертвая. Чтобы любить Бога, надо соблюдать его заповеди. Чтобы любить ближнего, надо учесть и помочь ему, как здесь сказано, если он нищий, если он нуждается, вот синодальный перевод, он так интересно написан, сейчас я прочитаю. Если брат и сестра Наги не имеют дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы. 16 текст, да? Итак, видим, ну, так перевода, здесь так, и тот, и тот, можно сказать, что соответствует, да, здесь как бы более с таким, что он что-то хочет, да, чтобы ты помог, а ты говорит, иди с миром себе, грейся себе, кушай себе, и тому подобное. Как бывают многие такие молитвы, да, вот я слыхал, когда христиане молятся, но они вроде бы, ну, хотят этого добра, и говорят, что, господи, накорми всех голодных, сосед, сосед, или там кто-то, который нуждается в этой еде, но, как говорится, у этого христианина полный стол, есть еды, и говорит, я благодарю тебя, Господи, за такие благословения, но накорми еще всех голодных, так возьми своего стола, иди к этой бабушке, или к тому бомжу, можно даже сказать, который даже ведет аморальный образ жизни, но ты дай ему кусок хлеба, вот это будет правильно, а то, что ты помолишься, то есть, ты помолился, но дело не сделал, и что это? Это мертвая молитва, если ты скажешь, господи, благодарю тебя за эту пищу, которую даешь мне, и помоги мне, или направь меня, чтобы я поделился с нуждающимся, тоже в хлебе насущным, дай мне такую возможность, чтобы ты через меня помог этому человеку, да, это понятно, это была бы молитва актуальна и правильна, а то, что мы говорим накорми всех, так же, как в этом синодальном написано, идите с миром себе, грейтесь и питайтесь, читаем дальше, так мы с вами поняли, что вера без дел, она мертвая, но кто скажет, что у тебя вера, а у меня дела, покажи мне свою веру без дел, а я покажу свою веру делами, и так вот этот текст, для тех беззаконников, которые я их так называю, может это как говорится, грубо звучит, но это четкое определение, это определение, которое должно звучать в ушах их, не давая их совести спокойствия, то есть беззаконники, те, которые отвергают закон Божий 10 заповедей, я их называю беззаконниками, у них нет закона, у них есть только благодать, и вера непонятно в кого и во что, поэтому вот этот текст сказано, что если у тебя есть вера, а у меня дела, покажи свою веру, ну вот как ты покажешь, что ты вот веришь, как бы, а я покажу свои дела на основании веры, понимаете, если у меня есть вера, значит вера сопровождается делами, дела способствуют вере, например, когда вот человек что-то делает, да, как можно определить христианина, что он порядочный и нормальный христианин, вы будете смотреть на него и скажете, о, у него такая вера, я вижу сквозь него, его наполняет полностью, вот этот, как говорится, его организм одна вера, или вы будете смотреть, что делает этот христианин, этот христианин и накормил голодного, и одел там нагого, и сироту поддержал, и вдову, да, и все вот это, он все сделал, и вы говорите, да, вот это христианин, какая у него вера сильная, какой же он действительно хороший христианин, вы так будете определять? Конечно так, а задается теперь вопрос, а как же Бог будет определять законников и без законников? Скажите, если Бог будет определять, кто верен Богу, его заповедям, те законники, которые соблюдают с первой по десятую заповедь, и он скажет, да, хорошее ты мое дитя, войди в радость Отца Небесного, а беззаконник, как тебя определит Бог, что он будет смотреть, какая у тебя вера, ты верою что делал? Ну, что ты делал? С чем ты подтвердил своей верой? Ну, ты имеешь веру, но себе веришь, но как мы читали в предыдущем тексте, что вера без дел мертвая, значит, ты просто предстал перед Богом мертвец, который имеет мертвую веру, и больше ничего. Поэтому, когда мы изучаем Писание, вы видите, насколько Писание четко и ясно нам рассказывает, но сегодня люди есть такие упертые, которые доказывают, что дела они не спасают. Да, не спасают дела. Если ты негодяй, но ты делаешь даже хорошие дела, это не говорит о том, что ты стал хорошим человеком. Сегодня многие люди, многие бизнесмены хотят попиариться, понимаете? Я не буду, как говорится, затрагивать какие-то там такие политические действия, но каждый из вас видит. Для того, чтобы пропиариться, для того, чтобы потом впоследствии люди массово пошли за этого негодяя, который, когда его выберут, он будет обкрадывать этих людей, то он сегодня что делает? Он сегодня делает акции, акции милосердия, он раздает, он дает, он все, и мы знаем, да, и крупу, и гречку, и сахар, и все раздавали. А народу что говорили? Народ, вам раздают за ваши деньги, которые от вас потом сдерут, как говорится, с третьей шкурой. Так оно и есть. Так теперь задается вопрос, нам дело не в политике, это их дело, этот мир на этом живет и на этом стоит. Мы чтобы с вами поняли, если этот человек негодяй, и если он даже раздавал эту крупу, и если он даже что-то там раздавал и медикаменты, и оборудование в больницу покупал и тому подобное для того, чтобы пропиариться, для того, чтобы свое действие впоследствии сделать, как говорится, злостным по отношению этого же общества, которое он, как бы говорится, купил, так он же не стал хороший. Он это делал, то есть дела не соответствуют, поэтому делами человек не спасается перед Богом. Если я, например, какое-то ничтожество, которое не являюсь истинным христианином, но я просто хочу показать себя, что вот я вот такой христианин, на самом деле я не христианин, я начинаю помогать, раздавать, я проявляю любезность, да, а фасад мой это совсем противоположный. Скажите, я смогу быть спасенный на основании того, что я делал? Конечно, нет. Когда мы читаем с вами Священное Писание, мы видим, что если тот, который имеет веру, а не имеет дел, то, конечно, он не сможет свою показать веру, потому что вера показывается только делами. Когда мы говорили с вами об этой женщине, которая страдала 12 лет, она показала свою веру в чем? Делами, своим действием, она пошла против системы, она пошла даже, как бы сказать, на риск того, что ее могут даже убить, и она не получила бы никакого исцеления, ее бы убили, если бы они это все узнали, понимаете? То есть, она проявила какое-то действие, то есть, у нее были дела? Конечно, были, у нее была вера, а вера содействовала к чему? Она верила, что я буду исцеленная, и вера содействовала к чему? К ее делам, она начала действовать, поэтому мы видим, что здесь так и сказано, что здесь покажи мне свою веру без дел, а я покажу свою веру делами, вот эта женщина показала свою веру делами, и Иисус Христос что ей сказал? Дерзай, щерь, вера твоя спасла тебя, не дела твои, то, что ты прибежала и коснулась, а вера твоя спасла, потому что вера содействовала этим делам, которые она совершила, прийти, прикоснуться вопреки всего, поэтому мы видим, что вера и дела, как мы в прошлый раз говорили, да, закон и благодать, это как две ноги, помните, я говорил, что на одной ноге это прыгающий инвалид, вот точно так же в этом, в дальнейшем нашем изучении, вера и дела это те же две ноги, если вы будете прыгать на одной вере, вы будете духовным инвалидом, если вы будете прыгать на одной ноге дела, вы тот же самый инвалид, только тот инвалид левой ноги, а тот инвалид правой ноги, понимаете, но когда мы с вами не принимаем вот это понятие библейское и начинаем отвергать, тогда мы инвалиды на голову, потому что это уже инвалидность считается к тому, что человек будет просто уничтожен, своими же как говорится действиями по отношению своего спасения, не может Бог спасти человека, который является духовным инвалидом полностью, потому что он сам не хочет этого духовного исцеления, девятнадцатый текст, ты веришь, что наш элохим единственный истинный элохим, это еврит, я вам говорил о том, что мы когда будем читать Библию, даже если например встречаются какие-то тексты не по теме, мы будем подчеркивать, чтобы именно у вас осталось в сознании правильное понятие, смотрите, синодальный перевод, девятнадцатый текст, как они перевели, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут, когда мы с вами чуть-чуть отвлекаемся от темы вера и дела, когда мы с вами говорим о триединстве, о единстве, да, когда нам тринитарии говорят, слово един, это три вместе, давайте мы читаем еврите, ты веришь, что наш Элохим это Бог, единственный истинный Элохим, то есть ты веришь, что наш Бог единственный истинный Бог, понимаете, в чем суть, и так мы видим, что перевод из греческого на иврит нам ясно говорит об одном всевышнем Боге, но не то, что написали синодальники, но мы знаем, что они православные, сенод семидесяти попов, которые себе, как говорится, этим словом един, которые сегодня многие его спекулируют, говорят, един, это единство из трех, нет, друзья мои, мы видим, что Тора, а также перевод греческого на иврит, нам ясно говорит о том, что Бог единственный, истинный Бог, это для вашего дополнительного, как говорится, информации, читаем дальше, и дальше сказано, бесы также верят, и это мысли заставляют их содрогаться от ужаса, друзья мои, мы говорим о вере и делах, но также мы здесь, как бы здесь автор написал о том, что даже бесы знают, что есть один единственный истинный Бог, а что же говорить о вас, что если эти черти верят, а вы люди не верите и говорите, нет, их там три Бога, их там сообщество, три в одном, одно в трех, там, как говорится, как бы не попало, чтобы только не так, как по Библии, по Слову Божьему, то есть, что бы ни придумали, чтобы это просто противоречило истине, и чтобы это унижало нашего Всевышнего Бога Отца, поэтому задумаемся, что если даже эти черти верят, что есть один Бог, но они конечно верят, потому что они оттуда упали, оттуда их выгнали, то они там видели Бога Отца, они видели Сына Божьего, там Люцифер знал, против кого он идет, он хотел быть равным кому? Всевышнему, Богу Отцу, он позавидовал кому? Сыну, которого Бог превознес и выше творения всего и сделал равным себе, вот эта история, если мы правильно начинаем мыслить, правильно изучать, мы правильно все начинаем понимать, но если у нас пошла одна извилина в сторону, то тогда у нас все как говорится перемешалось и мы не можем понять, что такое един, один, что даже бесы веруют, непонятно что, интересно, а бесы веруют в троицу или в двоицу? Вот я хочу задать вопрос вот тем, которые отстаивают, бесы в троицу верят, а также по отношению тех, которые говорят, что есть два Бога, что в двоицу верят, или бесы веруют то, что мы с вами читаем, что есть один единственный истинный Бог, который поистине все сделал, который поистине вот этот план спасения был сделан и этот план спасения был сделан между отцом и сыном, так что извините, третьего там не было и об этом говорит и дух пророчества, книга история спасения, это для адвентизма и этих двух сестер, там именно так и сказано, теперь задается вопрос, друзья мои, мы четко понимаем, если мы адвентистское движение, мы четко понимаем тех баптистов, пятидесятников, харизматов, которые у них трактуется вера и дела, у них все по благодати, по вере и мы со стороны на них смотрим и думаем, ну как они не понимают, что закон Божий, мы же законники, да, мы же понимаем, что надо здесь и заповеди исполнять, все, а они вот не понимают и мы думаем, ну как им недоступно, ну как они не понимают, какие же они впоследствии будут люди, которые потеряют вечную жизнь, которые они отвергают закон Божий, которые они являются беззаконниками, которые они не соблюдают закона, а написано, что всякие, которые не соблюдают закон беззаконники, Бог их не спасет, потому что они нарушители Божьего закона, и мы удивляемся, как им не доходит, вот точно так же сегодня удивляемся по отношению тех, которые о них же думают, как вам не доходит, как вам не доходит то, что сверить, например, с греческим, с евритом, поднять этот тонах, да, то, что является первозданным, можно сказать, потому что мы знаем, что христианство вышло из иудаизма, все-таки мы вышли из монотеистической как бы вероисповедания, Израиль верил в одного Всевышнего Бога, и он ожидал Мессию обещанного Избавителя, тогда задается вопрос, как же так случилось, что вот это мессианство, или же от слова мессия, помазанник, вот это христианство на греческом, вышло понятие того, что многобожники стали, неужели вы об этом не можете подумать, неужели вы не можете сравнить, тогда задается вопрос, а чего же вам удивляться по отношению тех динаминаций, которые им недоступны, это понятие по поводу благодати, по поводу закона, по поводу дел, по поводу веры, вот тот же самый синдром, который у них, такой же самый у вас по отношению другого лжеучения, поэтому мы видим, что здесь записано в 20 тексте, продолжаем, неужели глупый человек, тебе нужно показывать, что подобная вера без дел бесплодна, синодальный перевод, но хочешь ли знать неосновательный человек, что вера без дел мертва, ну тут синодальники более смягчили, неосновательный, то есть основы нету, а в еврите сказано, что просто глупый, глупый, знаете, а там можно сказать, через черточку, дальше есть вот эти определения слова глупый, что он собой представляет. Теперь задается вопрос, христианство, друзья мои, неужели вы настолько глупы, что имея в руках столько возможностей чтения Библии, разных переводов, для себя увидеть картину истинности по отношению всего, по отношению Божества, по отношению Закона Божия, по отношению Благодати, по отношению Небесного Святилища, по отношению всего и той ереси, которая сегодня противодействует истинности, неужели вы настолько глупы, что вы не можете увидеть, где есть истина. И далее мы читаем, здесь идет сравнение, те, которые говорят, что они спасены только на основании веры и благодати, здесь смотрите, 21 текст, «Разве не был Авраам Авину признан праведником на основании того, что он принес своего сына Исаака на жертвенник 21 синоданий? Не делами ли оправдался Авраам отец ваш, наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Теперь задается вопрос тем, которые только доказывают, что нам нужна только вера, закон нас не спасает, нам не нужен, мы главное верим в Иисуса, и нам это достаточно, то мы видим, что Авраам сперва поверил то, что сказал ему Бог, и мы далее знаем, что именно верою Авраам достиг этого, того, что он как бы перед Богом был избранным, богоугодным, но свою веру он доказал, или же делами он оправдал свою веру посредством своего сына Исаака. Вот представьте такую себе картину, Бог сказал, Авраам, принеси меня в жертву сына твоего, Авраам лежит в шатре и говорит, да, я верю в Боже Всевышний, я верю, что я принес его в жертву сына своего, я верю, да, я верю, ты мне сказал, а я верую его приношу тебе в жертву. Была бы принята вот эта вера Авраама Богом по отношению так же, как и в нашей жизни, да, вот, например, вам надо идти заработать там на пропитание, но вы лежите на диване и говорите, я на работе, я полностью верю, что я на работе, я работаю, я работаю, и в прошел месяц, и вы верою, я получаю деньги за целый месяц, я их получил, а теперь иди и купи за эти деньги себе кушать, вот точно так же по отношению вот этих беззаконников, которые отвергают закон, и которые отвергают дела закона, а теперь иди и купи за свои виртуальные эти деньги, чтобы ты покушал, ну тогда можешь этой верой и продолжить, и сказать, что я получил деньги, и я верю, что я в супермаркете, я накупил себе кушать, и я кушаю, и я сытый, я верую, верую, что я сытый, я не хочу кушать, так и продолжайте себе, и так же будете продолжать, и я верю, что я буду спасенный, и буду спасенный, и в конце итога, как сказано в Писании, и будут все брошены в огненное озеро, вот тогда только вы проснетесь от этой вашей мнимой, лживой веры, которая ведет вас в погибель, когда вас там припечет хорошо, вот тогда вы проснетесь, и вы поймете, что вы просто виртуально верили в непонятно что, поэтому я обращаюсь к этим христианам, которые сегодня доказывают это ложное свое понятие, по отношению нежелания исполнять закон Божий, по отношению вот этой благодати дешевой, и по отношению вот этой веры, спасения на основании только веры, и так мы видим, что Авраам именно стал праведником на основании того, своего действия, взял вязку дров на плечи, взял нож, взял сына, и пошли они в гору, и сын спрашивает по дороге, папа, а где же жертва, они же знали, что они приносили жертвоприношение, он говорит, Богу смотрит, скажите, тяжело было Аврааму, но действием своим, послушанием своим, Авраам был признан праведником, скажите, Бог признает праведников кого? Тех, которые исполняли его моральный закон требования десять заповедей, или тех, которые просто верили в Бога, или же верили в Иисуса, как там сказано, но этого не делали, кого Бог признает праведниками, кого Бог признает законопослушниками, тех, которые просто верили в какую-то незаслуженную милость, что я буду делать все, что хочу, а благодать меня покроет. Да не будет этого никогда. Это самообман, и это ложь, которая вошла в христианство. 22 текст. Видишь, что вера его проявлялась в делах, делами вера достигла совершенства. Только делами, как сказано 22 текст, только делами вера достигла совершенства. Если вы имеете просто веру, веру в незаслуженную милость, в эту благодать, это мало. Только делами она может быть совершенна. Только делами исполнения десяти заповедей, начиная с первой и заканчивая десятой. Тогда у вас будет вера совершенной, и тогда вы будете уверены в том, что даже если вы испоткнетесь, то милость Божья посредством Иисуса Христа покроет вас, потому что вы в законе увидите себя грешника, и вы придете к милости, к этой благодати, вы придете к этой жертве Иисуса Христа, которая пострадала за каждого из нас. Только в этом процессе вы сможете получить прощение. Как вам это не доходит, и как вам это непонятно. Когда дальше мы читаем, и исполнился отрывок Танаха, гласящий, и поверил он Иехове, и он вменил ему это в праведность, он был даже назван другом Элохим. А в Синодальном написано и исполнилось слово Писание. А Танах это является Танах это закон. Тут Писание написано, а это записано, отрывок из Танаха, то есть из закона. Поэтому мы видим, что здесь более четко сказано, что именно вот закон Божий написано, Бог есть Бог порядка. У Бога есть свои законы, и эти законы как исполняет вселенная все творение, так же и человек должен подчиниться вот этому порядку или же закону изданному, который издал Творец. Поэтому все те, которые противятся закону Божьему, они являются беззаконниками. А сказано в Писаннике беззаконнику путь коротка, беззаконнику озеро огненное, беззаконники они не войдут на новую землю, в новую эру существования искупленного народа, потому что они будут противиться закону Божьему, потому что даже искупленный народ на новой земле он будет иметь законы вечные, и эти законы вечные, они в конституции неба, и эта конституция неба записана исход 20 глава, это 10 заповедей, которые вечные и не изменные, поэтому читаем дальше, видишь человек признается праведником на основании дел, а на основании а не на основании одной лишь веры, 24 тексте на Дании, видите ли, что человек оправдывается делами, а не верую только, человек здесь синодальный написал, человек оправдывается делами, да, а здесь написано, видишь, человек признается праведником на основании дел, вот вы слышите вот такую разницу, синодальный режет немного уши, что типа оправдываешься делами, то есть, что человек оправдывается делами, ну боже, как тот фарисей, да, ну я же даю десятины, ну я же это, я пощусь, я молюсь, так же и в это, ну боже, ну что ты, ну я хожу на собрание, ну я там участвую, я помогаю, я все делаю, ну я же дела хорошие делаю, да, а здесь в еврите написано, человек признается, то есть, не оправдывается делами, как в синодальном, а признается кем? Богом, мне не надо оправдываться перед Богом, Бог видит мои дела, так как он видел дела Авраама, и он, Бог, признается праведником на основании дел, Бог видит мои дела, и видит мою веру, которая содействует делам, а дела подтверждают мою веру, то есть, здесь Бог решает, а синодальник, как перевел, то есть, как говорится, здесь режет, и поэтому многие говорят, вот видите, что человек оправдывается делами, типа, не может, да, и не только верою, поэтому, когда мы с вами здесь читаем, и когда вот эти переводы все здесь, как говорится, напереводили, нам иногда становится просто непонятно, и поэтому многие начинают выдумывать свои версии, и то, что мы видим, то, что они понавыдумывали. Читаем дальше. Подобно тому, не было ли и Рахав, блудница, признана праведницей благодаря своему поступку, когда она приняла у себя посланников и вывела их другой дорогой. То есть, мы видим, Раав, да, она сделала вот этот поступок. Чем она сделала? Верою или делами? Конечно, делами. И вот эти дела ей послужили тому, что она и ее родственники остались в живых. То есть, делами. Но она поверила кому? Поверила им, потому что они сказали, если ты это сделаешь, если то, что они договорились, то значит, мы тебя оставим в живых, и ты там завяжешь на окно тряпку эту, для того, чтобы мы знали, что ты тут находишься. То есть, она им поверила, что на их слово, но делами она это все подтвердила. Дальше. Действительно, как и тело мертво без духа, так и вера без дел мертва. Так что вот Иакова, вторая глава, все те беззаконники, которые отвергают закон Божий, для вас вот именно написано, вторая глава, и 26 текст, последний текст сказано, действительно, как тело мертво без духа, так же вера без дел мертва. Если нету духа Божьего в теле, это тело мертвое. Человек, не имеющий духа, жизни, в себе, это мертвец, его закапывают землю, потому что он уже все, его нет. Точно так же и вера без дел мертва. Если вы, как говорится, хвалитесь своей верой, если вы верите, что к вам будет проявлена благодать, и то, что вы говорите, что делами никто не спасается, и что не обязательно соблюдать заповеди, но почему-то заповеди по отношению только, если мы берем из протестантских понятий, четвертую заповедь. Если вы не хотите принимать весь закон, так вы не принимаете весь, то есть вы себе прелюбодействуете, крадите, убиваете, уже свидетельствуйте, но все равно какая разница, вы же под благодатью, вы же не под законом, вы же под благодатью, а вы начинаете выкручивать уже, а Иисус сказал в Новом Завете, потому что 10 заповедей это евреям дано, а Иисус там перечисляет типа, но Иисус в Новом Завете не нарушал и субботы, хотя вы ищете те нарушения, которые являются, что он исцелил, типа, как книжники фарисеи его обвиняли своим фанатичным таким церковным понятием того, той догмы, что они понапридумывали, и вы, как говорится, выкроили оттуда, отсюда, вас слепили себе такую версию, все, значит так, прелюбодействовать, воровать и тому подобное, это грех, а вот суббота, это уже не грех, мы не под законом, мы под благодатью, друзья мои, если вы полностью под благодатью, тогда для вас полностью закон не существует, делайте все, что вам хочется, тогда вы будете истинными беззаконниками, понимаете, уже которые, например, уже будет осуждено и государством, если вы будете убивать, воровать, то уже государство вас осудит, и вы будете уже в лице государства беззаконниками, но если вы хотите выкроить себе вот такую версию, для того, чтобы себя оправдать, вам тоже этого не получится, потому что на основании Библии вы те же беззаконники, которые будут осуждены законом Божьим. Потому что каждый человек перед судом Божьим пройдет под десятью заповедями. И вот эти десять заповедей, они меня или же осудят, или же меня оправдают. То есть, сказано о том, что человек, в котором живет Дух Божий, он свободный от закона. В каком смысле? Я, например, не переживаю о том, что я сегодня нарушаю четвертую заповедь. Потому что я законопослушный, я соблюдаю эту заповедь. Я не переживаю там, что я прелюбодействую или что-то делаю, потому что я этого не делаю. Я свободен от закона, понимаете? Я смотрю на этот закон на десять заповедей как просто, как в зеркало. И вижу, что я чистый. У меня нету здесь какой-то грязи, там, сажи или чего такого. Я чистый, я все нормально, да? Но когда вы смотрите, беззаконники, на этот закон, вы боитесь посмотреть в это зеркало духовное. потому что вы видите четвертая заповедь, вторая заповедь, первая заповедь, седьмая заповедь. И оно что? Вас осуждает. А для того, чтобы притупить свою совесть по отношению там к четвертой заповеди, по отношению первой заповеди, второй заповеди, то вы просто не смотрите в зеркало и говорите, меня зеркало не спасает, оно мне не надо. Зачем мне нужно это зеркало? У меня есть вера, у меня вот есть вот такое понятие, понимаете? Закон вас не спасает. Зеркало вас не умоет от грязи. Зеркало вам покажет, что вы являетесь грязным. Тогда что надо сделать? Посмотреть в зеркало, увидеть себя в каком-то есть состоянии, что ты грязный, что у тебя на голове беспорядок, что ты еще что-то, то что ты не можешь увидеть себя, да? И вывод какой? Ты идешь к воде, к мылу, умываешься, приводишь себя в порядок и смотришь в зеркало. Во, это уже хорошо. Это точно так же в духовном смысле. Закон – это зеркало, которое показывает мое состояние. Но я бегу от этого закона к кому? Бегу к Иисусу, потому что кровью Иисуса Христа омывается всякий грех. И я в покаянии, я в раскаянии, я принимаю эту благодать, которую вы говорите о благодати. Вот когда эта благодать принимается. Когда я от закона бегу к этой благодати, когда я каюсь, и когда я обещаю не грешить, и когда я поверю в то, что Иисус Христос за меня пострадал и взял на себя грехи мои, и я прихожу к Иисусу, Иисус меня омывает своей кровью, образно говоря. И я прихожу обратно к этому закону, к этому зеркалу, и я вижу, что я чистый и омытый, я прощенный. Вот это есть истина библейская. Поэтому, друзья мои, все те, которые меня слушают, и те, которые задавали вопросы, и те, которые у вас есть такие понятия по поводу вот этой незаслуженной милости, этой благодати, я думаю, что вы прослушали эти две темы, и для вас понятно стало, что мы люди, если мы хотим быть истинными детьми Божьими, мы должны слушаться своего Отца Небесного, своего Создателя, потому что у него есть свой закон, и этот закон он дал человеку. Этот закон не был дан евреям только, понимаете? Если этот закон только дан был евреям, то только евреи спасутся, а куда же вы пойдете, понимаете? Но мы видим, что Бог не делит ни на евреев, ни на другие национальности. У Бога есть его творение, у Бога есть человек, у Бога есть дети Божьи, законопослушные дети, а также есть другие дети, эти блудные сыны, дети сей тьмы, Бога века сего, которые не хотят этого закона, которые не хотят слушаться, которые они хотят жить так, как им хочется, но они себя утешают, что они имеют Священное Писание, и они из этого Священного Писания себе выработали вот такие правила, которые ихнюю совесть как бы притупляют, ихняя совесть как бы не осуждает их, и они просто себе верят, что они будут тоже детьми Божьими. Вы глубоко ошибаетесь, потому что все те, которые не будут послушны воле Божьей, они являются противниками, поэтому вы должны сделать сегодня для себя выбор. Или вы становитесь детьми Божьими, или вы приходите к этой благодати, и то, что вы согрешали до сего времени, вы должны раскаяться, сказать, Господи, спасибо тебе, что ты открыл нам эту истину. До сих пор мы согрешали, мы поступали неправильно, и с четвертой заповеди, и первой, и второй, и остальными, может, у кого есть. Но от сегодняшнего дня я хочу омыться твоей причистой кровью. Это милость твою принять, эту твою благодать, которую ты даешь кающимся. Я хочу быть от сегодняшнего дня твоим детем. Господь примет вас. Поэтому, друзья мои, я благодарен вам, что я провел с вами это время, что Бог нам посредством Слова Божия, истины, открыл нам такие значимые для нашего времени истины для каждого из нас. Это равносильно тому, как мы поклоняемся Богу, это равносильно, как мы чтим Бога, это послушание наше действительно, оно будет решать большую роль в нашем спасении. Поэтому пусть добрый Бог благословит вас, чтобы мы были законопослушными, чтобы мы не путали церемониальные законы с законом вечным моральным. Потому что сегодня сатана так наизвращал, так поперемешал церемониальные с моральным, с этими текстами, с этими переводами, с этим всем, что просто получается каша. И многие люди этого не понимают. Запомните, что у Бога есть один моральный, вечный. Это конституция неба. Это есть характер Божий, заложенный и вы как бы изложенный в этих десяти пунктах, там изложен характер Божий. Прочитав вот эту конституцию неба, мы можем видеть, каком наш Бог. Какие должны быть проявления у нас, и мы должны иметь этот характер, как у нашего небесного Отца. Поэтому пусть добрый Бог поможет нам, чтобы мы были законопослушными, и когда придет наш Господь Иисус Христос, за детьми Бога Всевышнего, чтобы было сказано нам слова, войдите в радость Господина моего, народ послушный, дети Божьи, потому что многие придут, Иисус скажет, я вас не знаю, отойдите от меня, делающие без закон не е. Пусть эти слова у вас звучат в ваших мыслях, в вашем разуме, что слово беззаконник это тот, который не исполняет десять Божьих заповедей, в том числе и четвертую заповедь, так как она гласит. Помни день субботний и святи его. Шесть дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай он никакого дела, ни сын, ни дочь, ни раб, ни рабыня, ни пришелец, ни скот, никто, кто в жилищах твоих, ибо в шесть дней Бог создал небо и землю, а в день седьмой почил, посему благословил и осветил день седьмой субботу. Поэтому, друзья мои, суббота, она не только является тем, что вы должны быть на богослужении и вы за себя в ответе. Четвертая заповедь распространяется на весь ваш дом. Если в вашем доме, например, есть разделенные семьи, да, это причина, это большая трагедия, когда кто-то из вас соблюдает субботу, а дети ваши занимаются обычными делами, нарушают. Если у вас есть право, то есть хозяина этого дома, вы должны сказать, дети мои, от сегодняшнего дня я являюсь здесь хозяином в этом доме. Вы должны подчиниться и в день седьмой субботу в этом доме ни пришелец, ни дочь, ни сын, никто не должен нарушать этот день святой субботу. Поэтому сегодня вот эта заповедь, она действительно является камнем предкровения для многих. Потому что есть многие семьи, когда муж неверующий, жена верующая, она ничего не может сделать, это понятно. Она не может запретить, потому что мужья, например, они жестокие, они не разделяют того убеждения, что жена приняла. И они, можно сказать, что они мучаются. Ну, в таком случае, конечно, Бог видит, что ваше желание было хорошее, но вы не можете ничего сделать. Но если есть такие семьи, которые, например, могут что-то сделать, но они просто оставляют на произвол, конечно, эта четвертая заповедь вас осуждает. Например, если к вам приехали какие-то гости, родственники неверующие, и они там в субботу начинают мыться, начинают что-то себе готовить, вы должны сказать, нет, друзья мои, я вас уважаю, вы мои родственники, но вы уважаете меня. В субботу у меня ничего не должно делаться, все, вы должны предупредить это в пятницу, сказать, что вы имеете мыться, мойтесь, готовьте себе, все делайте, в субботу у меня будет гость, это придет Иисус Христос, и в этот день в моем доме никто ничего не делает. То есть здесь позиция, здесь именно в этом отражается наша преданность, и разные есть моменты в жизни, есть такие, которые мы можем изменить, но есть такие, которые мы не можем, но это Бог, конечно, видит. Поэтому там, где мы можем изменить, и там, где мы можем отстоять истину, мы должны приложить все усилия. Пусть добрый Бог благословит вас, пусть укрепит вас, пусть даст вам мудрости, и пусть каждый из нас помнит и знает, что мы будем судимы законом Божиим, десятью заповедями, и это является для нас как бы визитка в Царство Небесное. Но только делами мы не спасаемся, мы спасаемся верою и делами, вера содействует делам, дела подтверждают нашу веру. Пусть добрый Бог благословит вас, до встречи в 18 часов вечера, на которых всех вас я жду и желаю с вами вновь встретиться. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok